всем привет 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 добро пожаловать на мой канал начну я с одной истории вам наше сегодняшнее видео я сегодня стане ездила по делам и заехали в магазин и купили я купила рыбу турксомон но это вот как ее зовут всем году турецкая семга сейчас какая-то акция на дешево стоит потому 145 что ли лир за килограмм короче я отхватила 2 рыбехи таких прям прям рыбехи вот и это ну пришла домой а денис с катей уже вернулись с моря и дизг этот что что такое при агроры его и он не начал спрашивать а как ты соли чем ну вот так вот так он где-то у меня есть какой-то там рецепт не эти греха через коньяк да 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 у меня тут и диска я как коду рыба коньяк какая связь оказывается у него какой-то супер-пупер рецепт с коньяком марина солить надо да это значит засолка рыбы с коньяком и он согласился нам рассказать как это не только согласился рассказать он еще все это сам сделает короче говоря я не только заставляю его мыть окна но еще и солить рыбу что-то еще может не я знаю что ты может еще делаешь шикарные эти диффузоры вот которые продаешь на озоне и на зоне на зоне для дома и для автомобиля на вайлдберрис для автомобиля очень короче говорят умнее швеции жнец да и засолить главное что своими руками солишь своими руками диффузоры своими руками сам продаешь сам нюхаешь мне привозишь в этот раз он привозь то не для автомобиля но у меня еще есть вот я вам показываю у меня кстати даже есть еще одна не распаковано вот это подарочная нею так жалко сих пор не распакована мне жалко я но у меня эти они так долго стоят что я никак не могу до них дайте вот когда вот этот закончится через пару месяцев наверное это случится не раньше тогда я уже тут открою но вот к новому году готовь какой а кстати это не будет никакого сюрприза нового к новому году каких-нибудь ароматов не думал пока да пока нет еще еще полгода короче я опережаю события ты готов рыбу солить ну да погнали куда ближе к столу туда ну ладно погнали погнали ну что ж ничего как тебе рыбинка такая маленькая а ты это такую покупаешь нет мы покупаем которая больше намного но мы берем кусок а так типа вот так то есть ты не разделал никогда нет сейчас будешь первый раз да так что подсказывай ладно так рубить ну вот по плавник по хвосту вот вот сюда вот чтобы там не мешался да я тут пакета уже приготовила я из этих нормальный нож острый да 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 ты искал эту подобрала специально белый это типа для рыбы да это я потом из этого делаю суп варю варю вам тут сейчас у вас угощала как и да вот так ну можно чуть поближе плавник да это будет у нас наваристая уха а потом я отделяю в филе филе умеешь отделять ну отделял я делал это вот так наверное как-то вот так разве так же доделать ну да может быть что я сделаю это ты разрежешь да ну давай я попробую все это просто самое сложное на самом деле правда что у меня получается неровно ну ничего страшного у меня тоже иногда получается неровно давай что было аккуратненько это сделать что еще нужно руки но я начинаю я заодно посмотрю ничего себе как у тебя ловко это выходит я вообще ну да ну вот одна филе филе готова теперь вот так я беру его так ножом вот вместе с этими с косточками дай пакетик какой-то для мусора прям который мусор мусор нет вот сюда я буду вот так вот это я тоже не выбрасываю с этим что ты делаешь все в суп вот так вот это мне пока мешается еще и отрезаю вот эту вот штучку правильно это кстати тоже отличный на суп и все равно это не естся как бы когда но там да она очень жирная красота вот и теперь нужно вот эти вот и косточки вытащить есть есть сейчас принесу так ну что косточки потом вытащим давай я вот эту еще раз сделаю ну вот вот эту часть кстати немножко сложнее ну да разделывать главное должен быть острый нож кстати у меня эти ножи не в качестве не в качестве рекламы конечно это вот ножи самура упс это на супчик и что даже мяски кусочки неплохо так это теша называется даже по сути здесь рыба она свежая же правильно ну я надеюсь что да ну выглядит она очень свежо я к тому что мы когда делаем до солим мы ее солим 8 часов ну рыбу вот причем охлажденку да вы покупаете охлажденную и через ну то есть солим через четыре часа переворачиваем потом мы ждем еще четыре часа и едим смываем с нее соль остатки водой промываем промакиваем ну подожди еще а ты просто уже заранее хоть я рассказываю да как мы делаем так ну чё тут как готово можно с нее эти вот эти косточки тут вынимать пинцетиком займешься ты зоркий сокол а я уже не очень зоркий давай я тебе салфеточку дам вот сюда вот складываем удобно может а чё ты хочешь ее со шкурки снять да так проще потом ее сразу к столу просто порезал не косточек ничего нету не ну понятно но а я солю на кожице и потом вот так нарезаю слайсами такими вдоль кожи очень тоже удобно давай одну посолим по твоему методу а вторую по моему давай и потом будем дегустировать правильно да интересно эту кожу можно варить а значит что там у нее не мне кажется смысл там же эти чешуя чешуя слушай ну вот это готово сюда что ли вот о все это лиджи а линька вот и что-то с этой стороны но это немножко косточка попались ничего страшно также мы еще кстати вот этого вот я вырезаю обычно но здесь когда большая вот кстати особенность у когда форель покупаешь у нее вот это вот часть типа что это дружка или что это нет это не брюшка ну вот в общем вот эта часть она такая большая толстая и она просто не жуется не но здесь ничего тут собра зоника я думаю что в этом смысл давай пока вот сейчас финально здесь вот еще чуть-чуть поправим вот вот супер и вот здесь еще чуть-чуть чешуйка попала это не страшно сложу в суп там такая маленькая ну и что готова красота да давай вот сюда вот так мы будем в разных когда солить да правильно или нет а ты что хочешь в 1 1 будет на 2 ну ты сказала по отдельно так сделаем отдельно нет я по-своему маринад делаю а ты по-своему надо знаешь ты с коньяком я без хорошо тогда вот это готова правильного и следующую теперь и теперь следующий окей то есть я вторую рыбину там вторая рыбина ты имеешь ввиду еще одну рыбину все а это вот сюда это по твоему рецепту теперь понял я подумал что мы эту половинку так сделали не по-другому ну тогда я приступаю к самому ответственному заданию косточки да ну давай итак рыба у нас подготовлена а покажи как она там ты шкурку с ним ладно тогда я все равно сейчас пачкать придется ну я сейчас вот так вот при часе смесь сделала лажу на хорошо значит мы что берем сахар можно подвинуть тебя поближе сахара сколько одна ложка столовая соль вот у меня тут крупная соль супер вообще это морская чтобы крупную да она она очень крупная сколько соли ordre собака без без горки до без горки до 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 3 что теперь маленький ингредиент ингредиент чайная ложка коньяка мы давай и теперь все хорошенько нужно перемешать зачем коньяк что он дает он такую вкус дает вкусненькие получается именно именно коньяк нужно то есть или просто какой-нибудь спиртовый напиток не лучше конечно коньяк я не знаю может кто-то делает там с каким-то другими а ты где-то подсмотрел интернете интернете я вижу сейчас вот так вот соль очень крупная вот и ее так можно мы могли бы по помолоть и не надо так интереснее тогда будет мелкая вот галям лишь такое то сюда прикольно штучка преподавила у нас ну да прикольно но еще светится не везде продается такая соль сильно прям крупная чтобы было отсюда повезешь с того раза сейчас да вот лишь как смотри какая получилась вот такая консистенция скажем так рыба выглядит вот таким образом она вся очищена переверни той стороной он даже вот тут вот вырезал вот эти вот штучки как это я это не ем ну ну да подвинем а ты не добавляешь никакие эти приправки да вообще можно но я не добавляю мне нравится когда мне тоже никогда не добавляю потому что мне нравится просто вот вкус того чего чего мы едим потом просто растираю вот так будет сок выделяться до вода вот здесь это не вырезал вот хорошо что не вырезал то я не кажется что жаль что не вырезал это я буду есть да будет выделяться сок поэтому нужно будет через четыре часа как я раньше уже говорил нужно будет переворачивать ну и соответственно из того что здесь две рыбы да одна на другую она не выделится сока много а у меня другая пропорция я беру на ложку сахара две столовых ложки соли ну ты дольше солишь она у сколько лежит но она я ее не промываю потом и 12 часов вот смотри не научилась и уже можно их есть принципе с коньяком то конечно прям сейчас уже так я и оставляю вот так но и в над где надо в холодильнике держать конечно холодильник да да мы сейчас накроем чем-нибудь пленкой например да поставим холодильник ну что дегустацию уже завтра ну я думаю да с утра ну вообще надо через восемь часов а если среди ночи кому-то придется вставать чтобы ну во-первых через четыре часа сейчас сколько шесть 6 10 10 часов перевернуть него вопрос а потом мне в 4 встать или в 2 а потом два часа ночи ну может я не буду спать ну это не обязательно можно до утра продержать будет посильнее просто ну значит не нужно промыть будет просто посильнее все вот готова отлично значит отправляем до закрываем пленкой в холодильник и ждем теперь дегустацию мастер-класс удался ну хотя надо сначала попробовать какой результат будет так я закрою пленочкой и сделаю вторую рыбку ну все то же самое я вам сказала что я немножко меньше соли добавляю дольше она у меня стоит и я не снимаю шкурку и не и не добавляю коньяк коньяк для меня вообще что-то новое так что вот так вот все готово как я буду делать я вам показывать уже не буду не вижу в этом смысла ну что ночь не спал до ночью вставал и и обмывал водой режу да а потом я покажу как я режу потому что моя тоже уже готова зато это смотри вот вишь уже все один раз помучился шкурку срезал а сейчас просто вот нарезай себе и нарезай сразу на бутерброд или так ешь ну давай твою нарежем да давай и мою нарежем давай ты хочешь попробовать пробуй или дождемся 2 завтрака дождемся у нас же это на завтрак сюда да ну что теперь я нарезаю давай показываю тебе сынок учись вот так вот берешь и вот такими тоненькими пластиночками твоя рыба вот я видела как ты нарезал она немножко по тверже мясо а это вот немножко по помягче видишь кожица остается и собственно то же самое сколько нарезаем еще парочку можно вообще прям вот такими длинну прям совсем широкими такими тогда на хлеб не помещается так вот все отлично ну по внешнему виду кстати не отличается или отличается да нет принципе мне кажется отличается немножко цвет на камере на камере не видно ну да зрители наверно напишут что будем теперь дегустировать да ну что приступаем дегустации это твоя это моя я первая давай я твою а ты мою продавай ну я твою уже пробовал конечно вкусненько меняемся коньяк чувствует почувствовался в той тоже посоле одинаково вот это даже посоленее ну это сколько 12 часов всего лишь постояла то меньше а это меньше но там соли было больше ну понятно если у тебя рыба толще ну да ты тут и шкурку ты сняла у меня то с той стороны шкурка была на это но она постоит еще будет соленее конечно не смывала соль нет просто обтерла сухой мы этим полотенцем бумажным дам твоя чуть-чуть поселить посоли но вкусная по мне так и та и другая вкусная да все спасибо тебе за рецепт новый рецепт для меня этой рыбки пропорции я напишу увидимся в следующем видео да и конечно же заказывайте арома диффузора молодец ссылка в описании и закреплю еще в комментарии а ты мне напомнишь у тебя закрепила ты мне прошлый раз не напомнил у меня все спрашивает где ссылка где ссылка где ссылка так что ссылка будет в описании и комментарии под видео всем пока пока пока